Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я дал этому посланию интересное название — «Шифр Еноха». Будущие космические знамения — возвращение Христа. Мы соединим две истории воедино. В Бытии, пятой главе с 21 по 24 стих, рассказывается о Енохе. Там сказано, Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. У моего учения три цели. Во-первых, я раскрою шифр Еноха и его связь с циклом жизни мира при достижении полноты времени. Во-вторых, я расскажу о небесных знаках и их упоминаниях в апокалипсисе, книге Откровения. И в-третьих, я расскажу о четырех небесных символах и то, как они связаны с последним временем. Чуть позже вы поймете, о чем именно я говорю. Имя Еноха в переводе с иврита означает «наставлять», «обучать». Кто-то толкует его как учитель. Согласно Библии, Енох был седьмым потомком Адама. До потопа люди жили по 700-770 лет. Только Мофусиал прожил 969 лет. Он был старейшим человеком из всех, живших на Земле. Однако вот, чем я хочу с вами поделиться. Из первых десяти поколений людей, о которых сказано в Библии, Енох прожил меньше всех. Вы убедитесь в этом, читая книгу бытия. Я хочу начать с времени, которое Енох провел на Земле до своего перемещения на небеса. Это 365 лет. Интересно то, что это число относится к Високосному году. Високосный год состоит из 365 дней. Пока Земля вращается вокруг Солнца, она проходит через 12 созвездий. Мы будем говорить об этих созвездах. Возможно, чуть позже я расскажу вам, что в возрасте 65 лет Енох, согласно ранним церковным преданиям, книге Еноха и некоторым другим историческим книгам, познал много небесных тайн. Именно он начал понимать значение того, что мы называем небесными созвездиями. Значение звездных изображений, которые Бог разместил на небесах, было извращено Египтом и Вавилоном, в результате чего люди стали поклоняться звездам, солнцу и луне. Хотя у этих небесных тел есть другое, истинное значение. Сразу поясню. Это послание может показаться вам очень противоречивым, если вы не понимаете, что именно я хочу вам сказать. Дело вот в чем. Между наукой астрологии и библейской астрономией огромная разница. Этельберт Буллингер написал фантастическую книгу о Евангелии в звездах. Это шедевральный труд о том, что библейская астрономия дает нам истинное понимание того, что Бог сотворил небесные тела, солнце, луну и звезды для знамений и обозначения сезонов. Однако библейская астрономия совершенно противоположна светской астрологии. Астрология — это поверье или мысль, что во время вашего рождения планеты находились в определенном созвездии, и по этой причине это созвездия будут напрямую влиять на вашу жизнь на Земле. Так появились гороскопы и наблюдения за звездами. Мы хотим, чтобы вы поняли правильно. Да, мы будем говорить о созвездиях. Возможно, мы будем использовать их современные названия, но говорить о них мы будем с точки зрения библейской астрономии. Мы будем говорить не об астрологии. Астрология — это поверье, что солнце, луна и звезды управляют вашей жизнью и поведением. Это неверно. Только Бог контролирует все. А молитва меняет все во всем. Так что вашей жизнью управляют не звезды. Однако Бог разместил на небесах изображения. Если мы понимаем эти изображения, мы можем, верьте или нет, понимать и последнее время. В Бытии 1 главе, 26 стихе, Бог сотворил человека, чтобы тот поклонялся Богу. Однако в Бытии 1 главе, 14 стихе, сказано, что солнце, луна и звезды созданы для знамений, времен, дней и годов. Даже Иисус, говоря о последнем времени, упоминал знамения на солнце, луне и звездах. Нам нужно понимать это с точки зрения Библии, а не светской астрологии, которая оперирует в плотской, а по часу бесовской сфере. Говоря о звездах и небесных созвездиях, нужно сказать, что основных созвездий 12, плюс бесчисленное множество других, менее масштабных. К слову, книга Иова — самая древняя книга Библии. Считается, что она была написана раньше книги Исход. К примеру, имя Иова упоминается в Бытии 46 главе, 13 стихе. Также считается, что книгу Иова написал сын Исахара, а он был мудрым человеком, который понимал времена, как сказано в книге «Паралипомянон». Также есть мнение, что книгу Иова написал Моисей. Если ее написал Моисей, значит, она была написана за полторы тысячи лет до Христа или за 700 лет до Гомера и многих других известных греческих поэтов. Евреи знали небесные тайны и, согласно еврейской истории, получили эту информацию от Сифа, сына Адама. Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса, Сиф был вторым сыном Адама. Он был рожден вместо Авеля, когда того убил Каин. Вплоть до времени Еноха, седьмого потомка Адама, Сиф хранил небесные тайны. Еврейская история также говорит о тайнах Солнца, Луны, звезд и небесных циклах. Один из них называется «Великий небесный цикл». Во времена Ноя были люди, которые это понимали. Бог давал им прямые указания и откровения об этом цикле. Когда Еноху было 65 лет, у него родился сын Мафусал. Имя Мафусал означает «его смерть повлечет, его смерть положит начало». Интересно, что Мафусал прожил 969 лет и умер в том же году, когда начался потоп. Об этом сказано в пятой и шестой главах Бытия, и это легко почитать. В книге Иова, которую, вероятно, написал Моисей, сказано, что тот увидел в небе три созвездия. В книге Иова 9 главе, 38 главе, упоминаются созвездия Валапас, Плеяды и созвездия Орион. Оно очень знаменное. Также он говорит о тайниках юга, что означает «созвездия в южном полушарии». Пусть наш разговор о созвездиях и их отношению к пророчествам не покажется вам странным. Словно мы говорим о чем-то, чего нет в Библии. Названия трех этих созвездий упомянуты в Библии. Есть еще один интересный момент. У Иакова было 12 сыновей. Много лет назад, будучи в Израиле, я зашел в синагогу, где велись раскопки. Меня шокировал пол этой синагоги. Там, в иудейской синагоге, были изображены 12 небесных созвездий. Там было и созвездия Девы и Льва. Я был ошеломлен. Тогда мне рассказали одно поверье. Слушайте внимательно, это очень интересно. Когда-то каждый из 12 сыновей Иакова выбрал для своего племени небесную эмблему. Когда Иосифу приснился сон о том, как ему поклонились 11 звезд, это не были 11 случайных звезд с неба. Это были 11 небесных созвездий. У Иосифа было свое созвездие, и у его братьев тоже были свои созвездия. Читая Библию, вы увидите, что 11 созвездий поклонились созвездию Иосифа. 11 плюс 1 равно 12. В книге Батсия 37 главе есть один очень интересный стих, который звучит так. Это 9 стих. «И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». Иаков истолковал это по-своему. Он сказал Иосифу, «Твоя мать Луна поклонится тебе, но ее уже не было в живых. Или солнце, то есть твой отец Иаков, поклонится тебе, или твои 11 братьев склонятся перед тобой». Читая это много лет назад, я думал, что речь идет о 12 отдельных звездах на небе. Но нет. Каждый из сыновей Иакова — это отдельное племя. У Завулона была своя небесная эмблема. Эмблемой колена Иуды был лев, это всем известно. Другими словами, в Древнем Израиле, во времена Иосифа, 12 сыновей Иакова взглянули на небо, и каждый из них выбрал себе знак. Кто-то считает, что представление о созвездиях, которое вошло в историю, родом из Египта или Вавилона. Нет. Все началось с сыновей Иакова. Как вы помните, не Сатана создал Солнце, Луну и Звезды. Бог сотворил Солнце, Луну и Звезды. Бог — Творец, и Он дал людям возможность видеть на небе эти 12 созвездий, но они никак не связаны с 12 апостолами, если вы об этом подумали. Еврейская история гласит, что каждый из 12 сыновей Иакова имел свою небесную эмблему, которая впоследствии стала символом их племени. Теперь расскажу то, что покажется вам интересным. Согласно Библии, на небесах обитают четыре животных. Если вы читали Библию, то помните, что апостол Иоанн увидел на небесах именно этих четырех животных. Посмотрите на них. Эти животные стоят на углах Божьего престола. У Его престола четыре угла — северный, южный, западный и восточный. На этих углах располагаются четыре животных, о которых сказано в четвертой и пятой главах книги Откровения. Одно из них выглядит как лев, второе — как орел, третье по лицу похоже на человека, и четвертое — как телец. Об этом можно прочитать в Откровении 4 главе 7 стихе. Запомните это изображение, потому что сейчас я вам кое-что покажу. Посмотрите на льва. Лев — это эмблема колена Иуда. Эмблемой Рувима был человек. Эмблемой племени Дана был орел. А эмблемой Монасея, одного из колен израильских, был волк. Я повторю. На небесах четыре животных. Теперь взгляните, как выглядел Стан во времена Моисея. В центре Стана была скиния. Вы видите численность разных колен. Но обратите внимание вот на что. Дан на севере. Его эмблема — орел. На востоке — Иуда. Надеюсь, вы не запутаетесь. Конечно же, юг должен быть внизу, а север — вверху. Тем не менее, Стан выглядел именно так. Итак, племя Даны символизирует орел. Племя Иуда — лев. Племя Рувима символизирует человек. А племя Ефрема — волк. Почему это интересно? Это четыре основных колена израильского народа на севере, юге, востоке и западе Стана. Почему это волк, человек, орел и лев? Чуть раньше я сказал, что вокруг Божьего престола располагаются четыре животных — целец, орел, лев и человек. Эти четыре животных взывают «Святый, святый, святый» — «Господь Бог Всемогущий». Что же здесь интересного? Это не только четыре животных на небесах, они в то же время являются эмблемами четырех колен, расположенных в Стане. Следите за моей мыслью дальше. Эмблема колена Иуды — лев, то есть созвездие льва на небесах. Дан — на севере, Рувим — на юге, и Ефрем — на западе. К чему я веду? Четыре колена израильских, четыре эмблемы этих колен на небесах и четыре животных. Давайте поговорим о том, как они соотносятся с небесными созвездиями. Лев — это лев, целец — это волк, водолея представляет человек, а скорпион первоначально изображался как орел. Повторю еще раз. Четыре стана израильских — лев, орел, волк и человек. Это четыре эмблемы племен Иуды — Рувима, Монасия и Дана. Четыре животных на небесах — целец, орел, лев и человек. Они представлены на небесах в виде созвездий, которые я ради большей ясности буду называть так, как это принято в светском мире. Созвездие льва — это лев, созвездие тельца — это волк, созвездие водолея — это человек, а созвездие скорпиона — это орел. Сейчас его изображают как скорпиона, но раньше оно называлось орел. Глядя на эти созвездия, на стан израильского народа и на четыре животных на небесах, вы не можете не осознать следующее. Бог поместил эти изображения на небесах не для того, чтобы им поклоняться, но чтобы перед нами была картина, которая научит нас знаком, сезонам, дням, месяцам и годам. Сейчас мы обратимся к образам, которые были описаны в апокалипсисе. Это очень интересно. В древние времена год состоял из 365 дней. Это полный оборот Земли вокруг Солнца. Затем эта цифра превратилась в 365 дней. Год начинался с созвездия Девы. В течение года Земля проходила свой круг вокруг Солнца, и 365 дней спустя возвращалась в созвездие Девы. Последним созвездием, которое проходила Земля, был Лев. Слушайте внимательно. Скажу еще проще. Когда начинался год, состоящий из 365 дней, Земля начинала с созвездия Девы, проходила все созвездия и заканчивала свой круг во Льве. Почему это важно? Вам понравится, если вы никогда об этом не слышали. Евангелие начинается с Девы. Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Это Исаии, 7 глава, 14 стих. Заканчивается Евангелие в книге Откровения, где Иисус назван львом из колена Иудина. Вот это да. Так что история Евангелия начинается с Девы и заканчивается львом Иудиным и Иисусом Христом. Так представлена вся полнота времени, вся полнота пророческого времени. Это очень интересно. Также хочу сказать вам, что на небесах есть еще одна эмблема. Я озвучу ее светское название, чтобы помочь вам связать ее с нашей историей. Это созвездие Змееносца. Как ни странно, Змееносец — это дракон. Посмотрим, как выглядит его изображение в астрономических таблицах. Несколько звезд составляют тело этого воображаемого дракона на небесах. Но вы наверняка заметили одну интересную особенность. Он не очень напоминает дракона. Это скорее змея. Вспомните, что в книге Откровения говорится о большом красном драконе на небесах. Здесь греческое слово «дракун» означает «не дракона из мифов» или «четвероногого дракона с крыльями», как у китайцев. Это греческое слово переводится как «змей». «Змей с острым взглядом» — «змей, который хорошо видит вдалеке». Говоря о созвездии Змееносца, нужно уточнить, что мы говорим именно о змее. Вы сами видите, что это змей, названный Змееносцем. Почему же это важно? В книге Бытие сатана пробрался в сад в образе змея и вынудил Еву и Адама согрешиться. В книге Откровения дьявол, сатана, назван не только драконом, но и древним змеем. Слово «древний» означает не просто возраст, но и отсылку к книге Бытия и началу времен. Так что Змееносец — это змея. Он символизирует на небесах сатану. Интересно то, как расположен на таблицах звезд дракон, символ сатаны. Его глаза смотрят на льва. Я говорю именно о звездах. Повороты его головы на изображениях демонстрируют, что его глаза смотрят на льва. Потому что между сатаной и львом, Мессией и Машеахом, Иешуаха Машеахом, сыном живого Бога, всегда идет битва. Вы уже удивлены, но будет еще интереснее, поверьте мне. Среди небесных эмблем есть три отдельных эмблема, символизирующих зло. На небесах есть три таких символа. Один называется «Гидра», несомненно, что это змей. «Гидра» представлена в виде змея. В Откровении 20 главе, 2 стихе, сатана назван драконом и змеем. Греческое слово «дракон» в книге Откровения означает «змей». Так что сатана назван змеем, а небесное созвездие называется «змееносец». «Гидра» — это змей, «сатана» — это тоже змей. А теперь самое интересное. О драконе также сказано в книге Откровения, 12 главе, 9 стихе. Также есть созвездие кит. Вы увидите его слева. Кит — это морское чудовище. В Откровении, 13 главе, 1 стихе, сказано о звере, который выйдет из моря. Этот зверь, вышедший из моря, является антихристом. Я уверен, что Бог разместил на небесах все эти изображения по определенной причине. Эти образы были распознаны Сифом и переданы Еноху, седьмому потомку Адана. Понимание всех этих небесных тайн есть в еврейской истории. Бог учил через них с самого начала. Я уверен, что он намеренно разместил эти образы, чтобы люди понимали тайны Божьи и тайны будущего с пророческой точки зрения. Но, как всегда, сатана постарался исказить и извратить это понимание и значение звезд, в результате чего появилась светская астрология. Как я уже сказал, она не основана на Библии. Она не от Господа. Сегодня астрологией занимаются светские люди. Она почти стала культом. На самом же деле мы учим о библейской астрономии и о том, как она соотносится с апокалипсисом. Итак, среди созвездий, наблюдаемых на небе, есть три символа зла. Гидра, змей, змееносец и кит. Морское чудовище, зверь-антихрист, вышедший из воды в Откровении 13 главе. Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Пэристоуна — пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос евангелизации». Вы услышите восемь актуальных пророческих посланий от Пэристоуна и Билла Клауда. Он доступен в наборе из восьми DVD или восьми аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. Вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Пэристоун исследует этот феномен в теме «Раскрывая код Маранафы». Как победить силу царства тьмы и высвободить силу царства божьего? Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении «Тайна разрушителя царства небес и царства тьмы». Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом учении Пэри, будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл «Иезекииля» Пэристоун расскажет, как символическое описание войны в книге «Иезекииля» может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Пэрри поделится своим учением шифр Еноха «Будущие космические знамения, возвращение Христа». И напоследок, в послании «Тайна последних родовых сваток» Пэристоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысяча зрителей присоединились к Пэристоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение Пэристоуна. Никто не преподает Библию так, как Пэристоуна. И тем более из Израиля. Кстати, я знаю, что многие из вас хотели бы отправиться с ним в этом году в ежегодную поездку по Израилю, где он снимает большую часть выпусков фестиваля Манна. Вы не только насладитесь туристической стороной Израиля, но и получите личное внимание Пэристоуна. А также услышатся его невероятные учения. Обязательно запишитесь на эту поездку. Он подготовил новые уроки и учения для поездки в Израиль в этом году. Раз уж мы вспомнили учения Пэристоуна, то вам стоит воспользоваться предложением этого месяца и заказать учения пророческого саммита, которые подготовили Пэристоун и Билл Клауд. У них получился очень динамичный дуэт. Они расскажут вам о библейских пророчествах и актуальных событиях. Мы бы хотели донести эти материалы тем людям, которые любят изучать глубины Слова Божьего. В мире есть много хороших учений, но лишь немного углубляются так серьезно в Слово, раскрывая глубины и красоты пророческих слоев Писания. Вот почему мы делимся с вами такими учениями. И не только здесь, но и на isow.org. Я глава Международной школы Слова, и мы также посвятили себя тому, чтобы нести людям глубокие библейские учения, как и все наше служение. Заходите на наш сайт. А также заходите на сайт Пэристоуна, чтобы заказать учения пророческого саммита, а также множество других учений, которые доступны там. Я знаю, что это непростые времена для многих людей. Мир окунулся в настоящий хаос. Но у меня есть хорошие новости для вас. Бог не впал в хаос. Престол его не в хаосе. Власть имени Иисуса не в хаосе. Кровь Иисуса не утратила свою силу. Бог продолжает работать со своим народом. Происходят чудеса. Люди получают исцеление, спасаются, наполняются Духом Святым. Я верю, что это время станет временем пробуждения церкви. Продолжайте молиться за мир, за свою страну, за Перри и наше служение. Увидимся в следующий раз на фестивале Манны. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране. Или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Редактор субтитров А.Семкин